В преддверии визита председателя КНР президент Перу Педро Кучинский дал интервью корреспонденту Си-Си-Ти-Ви. Китай – одна из важнейших экономик Тихоокеанского региона и одновременно самый большой рынок для экспорта перуанских товаров. Сейчас Китай является главным источником роста мировой экономики, и поэтому я выбрал Китай в качестве первой страны для зарубежного визита после своей инаугурации. Мы с председателем КНР Си-Дзинпином провели плодотворные переговоры в Пекине. Педро Кучинский вступил в должность президента Перу 28 июля текущего года. По правилам, перуанский лидер в качестве первого официального визита выбирает одну из стран Южной Америки. Но Педро Кучинский предпочел Китай. По словам президента, Китай добился большого прогресса в развитии. И Перу хочет изучить этот опыт. Теперь две страны активно сотрудничают в самых разных сферах. Перу и Китай активно сотрудничают в области природных ресурсов, куда поступает большой объем инвестиций со стороны КНР. Также мы будем расширять сотрудничество в сферах транспорта и туризма. Я уверен, что в этих направлениях мы добьемся огромных успехов. В этом году исполняется 45 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Перу. Двусторонние связи быстро развиваются. В 2013 году отношения между государствами вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Теперь Китай является самым большим экспортером и импортером для Перу. Мы хотели бы открывать для себя новые рынки в Китае, особенно в сфере сельского хозяйства. Также мы надеемся на сотрудничество с Китаем в области развития технологий. Мы хотели бы, чтобы китайское правительство предоставляло больше стипендиальных программ для специалистов в этом направлении. Для нас также важны обмены в гуманитарной области, совместные археологические и экологические проекты. Педро Кучинский лично пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить с государственным визитом Перу и принять участие в саммите АТЭС. Перуанский лидер возлагает большие надежды на эту встречу. Я думаю, что данная встреча с председателем Си Цзиньпином очень важна для нас. Международный ландшафт сильно изменился, и нам предстоит принять многие вызовы и неопределенности времени. На саммите АТЭС мы обсудим многие вопросы в этом направлении.